Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Когда-то наш Петр Великий, который очень утилитарно и практично мыслил о всем том, что есть в его государстве, считая, что монастыри нужно обратить просто в пансионы для его солдат-инвалидов, говорил о том, что монахи не приносят государству никакой пользы, и поэтому монашество есть нечто вполне паразитарное и ненужное. Его слова, в частности, звучали так. А что молятся, так и все молятся. Какое государство от этого нужда? Но мы понимаем, зачем нужны монастыри. Для того, чтобы в них могли родиться духовно и воспитаться такие люди, как преподобный Серафим. Который для нас, к сожалению, уже стал привычным. Святой, которого все любят, которого как будто все знают. Съё житие мы воспринимаем как некоторую красивую, почти что лакированную сказочку. Часто не чувствуя до конца, какая страшная борьба стоит за жизнью этого человека. Да, эта борьба не внешняя. Внешне как будто все выглядело вполне благополучно. Ну, если не считать 20-ти градусный мороз и отсутствие всякой печки и отопления в его пустыньке. Если не считать крестьян, которые к нему пришли и его до смерти избили. Если не считать всего вот этого, то, конечно, все внешне выглядело так не страшно. Даже война с Наполеоном, уж, казалось бы, потрясшая всю тогдашнюю жизнь Российской империи, как будто проходит мимо преподобного Серафима. Во время наполеоновского нашествия он в затворе. Он выйдет из затвора в 1815 году. Но вместе с этим мы понимаем, что этот человек вёл действительную борьбу не на жизнь, а на смерть с плотью, с грехом и с дьяволом. И не потому ли, прочитывал он каждую неделю Новый Завет полностью, что ему нужно было вооружиться для этой борьбы той верностью Христу, без которой никакой подлинной духовной жизни быть не может. Не потому ли стоял он на камне, что эта борьба требовала от него напряжения не просто его физических, но всех его человеческих сил, и интеллектуальных, и нравственных, и духовных. Он был постоянно на том острие жизни и смерти, не в фигуральном, чисто физическом смысле, а в смысле совершенно экзистенциальном. Он был на грани, и эта грань означала, что один неверный шаг, и мог последовать срыв, после которого никакого преподобного Серафима бы у нас не было. Ибо мы не должны думать, что его жизнь – это путь для многих, и что многие, или вообще все, кто захотел бы пойти по этому пути, могли бы достичь того же самого, чего достиг он. Отнюдь нет. Даже художественная литература, которая не во всем, конечно, способна отобразить такие глубинные вещи духовной жизни, даже она показывает нам, сколько в русской действительности было подобных срывов. У Достоевского, отец Ферапонт в романе «Братья Карамазовы», монах, казалось бы, живущий тем же самым, чем и старец Зосим, но на самом деле изувер и вовсе не христианин по своему внутреннему облику. У Салтыкова щедрена свои герои, в частности, Иудушка из романа «Господа Головлёвы». И всё это, вместе взятое, отображает нам то, что образ подвижничества был очень смутен зачастую в сознании русских людей тогдашней поры. И церковь официальная, которая была полностью, можно сказать, съедена, в кавычках, православным государством и переварена им, вот с лёгкой руки Петра Великого, ни в коем случае не заслуживающего такого резкого укора, но тем не менее всё-таки повлиявшего на всё это. Церковь эта как будто не была способна ориентировать тех немногих, которые готовы были идти по этому пути до конца, в том евангельском ключе, который мы тем не менее находим в жизни преподобного Серафима. Он был в этом смысле полностью одинок. Люди не были ему поддержкой, но он в этой поддержке в каком-то смысле и не нуждался. У него, перед его глазами, был всё время сам Господь, сама Пресвятая Богородица и святые подвижники, чью жизнь он знал и чьи учения и творения были ему доступны. И он следовал этим древним образцам для того, чтобы в XIX веке ещё раз показать, что то, что самое, может быть, главное и драгоценное, что должно укреплять нас и сегодня, а именно, что Господь Иисус Христос во все дни и во веки тот же. Как говорил некто, сегодня и Господь тот же, и дьявол тот же, и Иов тот же. И мы сегодня, живя, опять же, в такой же смутный момент, каким было время нашествия Наполеона для Российской империи, хотя момент совершенно иной, ни в коем случае ничего не сравниваю, мы сегодня можем тоже чувствовать для себя возможность, конечно, не так, как преподобный Серафим, не в таких формах, но, по сути дела, в том же самом ключе духовного подвижничества нести свой собственный маленький жизненный крест, делать свой собственный маленький, как бы сказать, шаг ко Христу каждый день, потому что крестоношение, по слову евангельскому, должно происходить ежедневно, когда Господь в Евангелии от Марка говорит, «Кто хочет идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной», то в некоторых списках Евангелия, там стоит еще слово «ежедневно». Бери ежедневно свой крест и следуй за мной. Крест может быть разным, и никто не взвалит на себя сегодня тот, который нес на себе преподобный Серафим. Это было бы почти самоубийство. Но наш собственный маленький жизненный крест, тем не менее, мы можем понести с тем же упованием и с той же надеждой на Бога, с которой нес свой огромный подвижнический крест преподобный Серафим. Будем помнить и его сокровенные мысли, которые он выразил в краткой, почти афористичной форме, и которые помогают нам правильно ориентироваться в нашем сегодняшнем положении. А именно, что цель жизни христианина, есть не что иное, как стяжание Духа Святого Божия. Нет у христианина другой цели. При всех внешних целях и ценностях, которые можно пытаться приобрести, это первое и в каком-то смысле единственное, и остальные включены в нее. И, конечно же, его фраза о том, что «Стяжи Дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи», эта фраза для нас означает универсальный ключ ко всем нашим человеческим взаимоотношениям, трудностям восприятий другого человека, которого мы часто не понимаем и чувствуем отчуждение, возмущение по причине того, как он себя ведет. А оказывается, все очень просто. Мы не имеем мирного духа. И поэтому и другой человек, оказывается, для нас неудобоварим и труден. И мы сами, зачастую для очень многих окружающих нас людей. Дай Бог, чтобы молитвами преподобного Серафима мы научились нести свой маленький жизненный крест в том самом духе, в котором нес свой огромный крест этот великий и любимый нами святой Амин.